В июле прошлого года на мусорной свалке была обнаружена большая хозяйственная сумка с телом девушки. Насильственная смерть не вызывала сомнений. На теле имелись множественные ножевые ранения. Установили, что девушка ухоженная, то есть сразу исключался вариант того, что она бомж. Это исключался вариант автоматически. У нее маникюр, педикюр, пирсинг отличительный на теле. И прическа была очень оригинальная, которую не каждый парикмахер сделает в Чемкенте. Полиция провела обход парикмахерских и установила, что подобные стрижки могли делать только в Москве, Стамбуле или странах Западной Европы. Но никаких заявлений об исчезновении иностранных граждан не поступало. Спустя почти два месяца с заявлением об исчезновении сестры обратился молодой парень, житель Чемкента. Однако была ли у пропавшей стильная прическа, он сказать не мог. Зато подруги, которых полиция нашла через социальные сети интернета, быстро вспомнили и стильную прическу и опознали погибшую на фотографии. Как выяснилось, и сестра, и ее младший брат воспитывались в детском доме. Сестра была очень упорной и после детдома сумела организовать собственное дело в Турции. Всегда помогала брату, присылая ежемесячно по 200-300 долларов. А потом купила в Шемкенте квартиру и выслала брату миллион тенге, чтобы сделать ремонт. Вместо этого молодой человек проиграл 800 тысяч в букмекерской конторе, после чего и решил убить сестру. Тогда я нанес первый удар. Как выиграл? Первый удар нанес его сюда. И я продолжил удары в зоне шеи. Как выиграли удары? Несколько ударов в зоне шеи. Затем уложил ее тело в сумку и выкинул в уличный мусорный бак. Написать заявление в полицию молодого человека заставили подруги девушки, которые упорно не могли понять, почему она перестала выходить на связь, когда приехала в Шемкент. Ему сейчас даже и на свидание некому ходить. Суд приговорил 20-летнего убийцу к 17 годам лишения свободы. Продолжение следует...